Ну а в столице Чувашия сегодня состоялось заседание Республиканского отделения Союза машиностроителей России. До итогового совещания специалисты побывали на заводе промтрактора, в их числе индустриальный директор одного из кластеров госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. О восстановлении важного для республики производства и потенциали тракторостроителей в нашем репортаже. Экскурсию по заводу начали с цеха трансмиссии. Установленное здесь оборудование с программным управлением позволяет обрабатывать детали для тракторов с ювелирной точностью. А это уже главный конвейер. Именно здесь идет сборка тяжелых бульдозеров и тракторов. Производственный анализ внедрен. Помимо этого мы изменили материальные потоки и уже за счет этого снизили в два раза время протекания процесса. На 30% снизили независимое производство. Ну и на 30% все перемещения. Меняются начальники, начальники, среднюю зону. Тяжело, но здесь уже... Рабочие быстро меняются. Рабочие быстрее меняются. Поэтому у нас сейчас программа развития линейного персонала и предусматривает сейчас переподготовку и обучение. Руководство заявляет, самые трудные времена уже позади, а экономический кризис только закаляет. У нас есть понятная стратегия развития вперед. Уверенно смотрим в будущее. И поэтому заводу жить. Мы говорили с учетом перспективы, что у завода будут заказы и рабочие будут обеспечены рабочими местами. Вот сегодня мы убедились в том, что линейки работают, сборка тракторов осуществляется. То, что не хватает, комплектующие покупают. Сегодня завод работает на полную мощность. Бульдозеры и тракторы, произведенные в Чувашии, используют в дорожном строительстве, нефтегазовой отрасли и горном деле. Динамика вызывает у нас просто восторг и восхищение. То есть если говорить об отдельных производственных показателях, что рост в 3-4 раз производительности труда, рост заработной платы 20-30% и выше. Благодаря активному участию Трансмаша, который сейчас возглавляет этот процесс, мы убеждены, что мы будем лучше не только в Российской Федерации, но и на дальнем зарубежье. Такие задачи перед нами стоят руководством страны.